И всем привет, ребят! С вами Стрываньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен довольно-таки интересным вещам. Как вы знаете, у нас с сегодняшнего дня произошли изменения в матчмейкинге. Они были связаны с изменением непосредственно времени боя с сегодняшнего дня и до воскресенья, полноценно до 15 августа включительно. Матчмейкинговые бои по 15 минут. Понятное дело, что для меня это определенный вызов, это возможность сделать новые рекорды. И зная меня, если вы смотрите уже какой-то определенный период времени, вы знаете, что я гоняюсь за этими рекордами. И для меня это, конечно же, своего рода вызов, который я пропустить никогда не могу. Как и сегодня, сегодня я решил сразу же ворваться в эту всю темочку, постараться дать новые рекорды. Как вы знаете, в прошлый раз у меня получилось набить порядка 14 тысяч кристаллов. На тот момент матчмейкинговые бои были по 10 минут. Сегодня они увеличились до 15. Соответственно, есть отличная возможность дать, как и рекордное количество киллов, опыта, кристаллов, ну и вообще, в принципе, посмотреть, на что можно матчмейкинг этот нарулить. Как вы видите, сейчас на экране одна из очень хороших боев. Это катка с рекордным количеством на данный период времени киллов, которая у меня была. Сразу скажу, что сыграл я, ну, порядка где-то, наверное, боев 5-8, да, уже. И это был, можно так сказать, пока что ластовый бой. Песок. Не сказал бы, что отличная карта для фармов в джиггернауте, но что касаемо киллов, наверное, одна из самых удобных, если нету прям очень жесткого оппонента, который вас может запушить и очень быстро слить. Если вы играете с средними противниками, отлично понимаете, что вам нужно делать на карте, то у вас есть отличная возможность дать большое количество киллов. Как это было, например, на моем мульте, возможно, вы видели, был один из рекордов, когда я сумел набить 100 киллов на песочнице за 7-минутный матчмейкинговый бой. Понятное дело, что сейчас у нас 15-минутный матчмейкинговый бой. Плюс это легенды, здесь довольно часто нету ваншотов и, соответственно, вы не можете так быстро уничтожать оппонента и за счет этого плюсовать большее количество киллов. Поэтому немножечко тяжелее, но в общем и целом все равно это идеальная карта для фарма и возможность сделать новые крутые, замечательные рекордики. Также хотелось бы сказать, пока этот бой идет, понятное дело, что этот бой я записывал, а сейчас мы просто с вами сидим, как бы уже начали на расслабоне. И играя, все было намного-намного тяжелее. Такие катки, ну, всегда уже, я думаю, что для меня стоит записывать отдельно, чтобы максимально выложиться в бою. Там реально ультрапот, прям реально ультрапот. Ты стараешься на фулл фокусе эти киллы всовывать только в путь. И я для себя понял, что тяжело. Тяжело, да, как бы там ни было, против кого бы ты ни играл, 15 минут беспрерывно находиться в фулл фокусе довольно-таки тяжело. Я думал, что это будет, ну, не так сложно, да, думал, ну, что там, 15-минутная катка, но концентрация уже там потиху начинает падать и появляется какая-то даже минимальная дополнительная усталость. За, как вы видите, вот 10 с половиной минут остается до конца боя. У меня уже где-то порядка, наверное, 40 киллов, может больше сейчас где-нибудь в тайминг тапчик открою, увидите. Но катка складывалась очень хорошо. Мне повезло в таком бою, что джиггернаут вражеский жил, да, то есть если бы, например, вражеский джиггернаут бы постоянно пушил, то это была бы быстрая досрочка и у меня бы не было бы никакой абсолютно возможности здесь набить какое-то безумно большое количество киллов и вообще что-то здесь зафармить интересное. При том, что, как вы видели, в начале боя там первые два джиггера слились очень-очень быстро. И я, честно говоря, думал, что, ну, ну, все, короче, да. То есть я сегодня сыграл уже, наверное, 4 песка, да, и все эти пески были очень быстрые. Один песок был с досрочкой, да, то есть, ну, один песочек был, где меня чпохнули. То есть, ну, такие катки не совсем значимые, не совсем крутые, а вот здесь вот прям все пошло как по маслу. Начал потенциально складываться бой, как я и хотел, да, и понимая уже даже вот на этот период времени, 9-20 до конца боя, и, понятное дело, что когда ты даешь киллы на постоянной основе, плюс вражеский джаггер живет твой, у тебя есть отличная возможность дать те самые безумно большие цифры. Почему-то я, конечно, тап особо не жму, ну, наверное, просто сконцентрировался, да, и не хотел даже смотреть, сколько у меня там киллов, чтобы не сбивать себя и не ловить какие-то печальные мысли, потому что очень часто бывает, что ты играешь, играешь, и вот в такой вот период времени, когда тебе надо на максимально фокусе играть, да, стараться вот чисто сконцентрироваться на киллах и давать, 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 ты начинаешь думать о том, что, блин, а это крутая катка, бля, здесь можно очень хороший рекорд поставить. И вот эти вот всякие мысли в твоей голове начинают тебя сбивать, ты теряешь фокус, и, ну, тебя где-то там могут целить, могут же как-то овердрайв противник прожать, и ты этого даже не заметишь, да, из-за того, что ты начинаешь уже фокусироваться на каких-то других вещах. Поэтому я уже в этой катке отбросил всё, даже, как вы видите, тап не нажимал, и старался исключительно работать на киллы. Повторюсь, рекорд, который я когда-либо делал на песочнице, и вообще на любом аккаунте в матчмейкинге, это было 100 киллов. 100 киллов это был определённый мой рекордик, больше этого я не бил. Поэтому всё, что будет больше, это уже плюсово, да, вне зависимости от того, сколько идёт бой. Да, понятное дело, что там кто-то скажет, ай, ну ты 100 дал на 7-минутной матчмейкинговой катке, значит, ты, значит, на 15-минутной ты можешь дать 200. Но это так не работает, да, это там раз в год палка стреляет, когда у тебя попадается идеально тайминговая катка, где всё складывается просто великолепно. И, ну, такое бывает очень редко, очень редко, поверьте мне. Поэтому я старался реально сделать новый рекорд, при том, что это основа. Ну и мне повезло совсем, просто совсем, да. Понятное дело, что, возможно, если бы я ещё бы раньше катал, там попались бы ещё бы хуже бы оппоненты, но ты всегда не знаешь, да, что тебе попадётся. А вдруг попадётся какой-нибудь чел, который тебя знает, и будет специально в тебя ехать, да, что и было, например, сегодня. Те ребята, которые пикуются. Ну, я, конечно, не могу ничего им сделать, не могу им ничего сказать, но мне, честно, грустно. Грустно, когда я вижу людей, которые даже у меня, например, в друзьях находятся, и они запикиваются и стараются меня слить. Ну, зачем вы этим занимаетесь? Я же стараюсь сделать для вас контент, стараюсь сделать что-то крутое, масштабное, бомбическое. Кто, если и делает в танках, то делает крайне-крайне редко. В последнее время таких людей вообще, я бы сказал, почти нет. Поэтому, ну, а вы стараетесь при этом ещё мешать, что-то доказать. Ну, кому вы доказываете что-либо? Я не знаю. Ладно, не в этом суть. Остаётся у нас 6.30 до конца. Уже больше половины боя позади. Катка складывалась, ну, максимально идеально. Просто максимально. Большое количество викингов. Не такое большое количество тяжёлых корпусов, которые долго сливаются. По таймингу всё заходило идеально. Ну, и спасибо той хорно-тоизиде, хоть она и давала не такое большое количество здоровья. Но это, наверное, один из немногих людей за сегодняшний день, утро, пока я старался бить, кто реально старался мне помочь. Также я скатал сегодня там пару боёв с Артёмочкой. Хотели там тоже с ним попытаться дать определённый рекордик. Но, как вы знаете, всегда вот, когда ты там стараешься, чтоб тебе ещё кто-то помог, как-то всё не складывается, да? То есть, в соло бывает намного всё спокойнее и удачнее происходят бои. Как и тут, например, у меня в соло получилось лучше, чем получилось до этого с Артёмкой. Ну, и, конечно, очень многое зависит от самой карты, да? То есть, матчмейкинг такая штука, что тебя может пикать, там, 5-7 боёв на какие-нибудь карты, которые не совсем удачно подходят для этого режима и не совсем удачно подходят для набития каких-то супер-рекордов, потом тебя просто кинет, там, на условный песочек, там, или ещё какую-то карту, где будет средний оппонент, и ты сможешь постараться реально дать безумно большое, красивое, отличное, максимальное количество киллов. Начинают уже потихоньку сливаться джаггернауты, и вы видите, что первый джаггернаут, вернее, ну, не первый, а тот третий, который был, который долго жил, умер, но этот джаггер прожил порядка 10 минут, и если вдруг он посмотрит этот видеоролик, то я могу сказать, что он молодец, он хорошо сыграл, он показал определённый уровень, как нужно играть на джаггернауте, и дал мне эту самую возможность сделать большое количество киллов. Здесь уже всё. После того, как тот самый джаггернаут слился, джаггернауты начинают пушить, начинают стараться меня слить, уже никто особо там не старается пожить, подавать сам киллы, уже хочет, знаете, как испортить малину мою, уже больше 100 киллов за 4 минуты до конца, ну, и, понятное дело, что это всё открытие на новый мировой рекорд, который я ещё до этого момента времени не делал. Я в такие моменты думаю, что, ну, вот, главное не потерять контроль. Главное не потерять контроль, и, как я сказал ранее, вот именно когда уже там остаётся 3-4 минуты, ты сыграл 11 минут боя, уже появляется какая-то дополнительная нервозность, дополнительная усталость, нагрузка, да, и ты уже сидишь и думаешь, блин, блин, так, надо на фокусе, надо стараться дальше, дальше, киллы, 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 бить, 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 и всё равно, да, как бы уже как-то тяжелее, тяжелее, тяжелее всё это дело становится, но благо здесь хоть меня не чпокнули, не чпокнули, да. Удалось мне выжить, и... Хотя уже вот даже тут видно, что я уже начинаю, ну, чересчур агрессивно пушить, чересчур агрессивно играть, и если был бы там более серьёзный оппонент, например, в каком-нибудь викинге, или там Джаггер бы чуть-чуть поагрессивнее сыграл, они меня могли наказать, могли слить, и в очередной раз я бы сидел бы и думал, блин, ну как так, ну... Такая шикарная каточка, и опять ничего не получилось, опять не получилось набить должное колесо, количество киллов, но это не про этот бой, это не про этот бой, это про предыдущие бои, сегодня уже такая ситуация была, хоть я и не делаю особо работу над ошибки, на ошибках в матчмейкинге, но всё равно здесь где-то доля везения тоже работает в твою пользу, и у тебя получается пожить, поработать, я уже даже, видите, нажимаю на эскейт, чтобы посмотреть, сколько, вернее, не сколько осталось, а идёт ли у меня запись, идёт ли у меня запись, потому что я уже думаю, блин, а если вдруг эта катка не записывается, и всё, это габелла, да, то есть хотя бы запись включить на 2 минуты до конца, чтобы вы хотя бы увидели, сколько у меня получилось дать, но благо всё записывалось, всё шло по-чёткому, ну, но противник в очередной раз пушит, в очередной раз сливается джиггернаут, и 8 киллов за 2 минуты мне нельзя, просто нельзя было стараться уничтожать джиггернаута, нужно было давать киллы, 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 и верить в то, что вражеский джиггернаут поживёт, просто поживёт эти полторы минуты, чтобы полноценно у меня получилось дать как можно больше киллов в этом бою. Ну и половина игроков этого боя оставалась до конца, это дорогого стоит, я честно знаю мало матчмейкинговых игроков, которые сидят до конца, да, и сейчас с 15-минутными боями, так это вообще, я думаю, что будет очень большая проблема, что игроки будут очень часто ливать, когда они будут понимать, что они проигрывают, ну и здесь уже вы видите, что 9-й джиггернаут остаётся минута до конца, в принципе, это большое количество времени, и у меня была возможность дать где-то ещё порядка 10 киллов, но к огромному сожалению, этот бой заканчивается с досрочным боем, то есть за 14 полноценных минут, мне удалось дать 128 киллов. На данный период времени это мой абсолютный рекорд, большее количество киллов я никогда нет делал, и возможно даже вряд ли кто-то делал больше этого, всё-таки сегодня только у нас появились 15-минутные матчмейкинговые бои, и это количество является безумно большим. 17 тысяч опыта за бой, почти 16 тысяч кристаллов, по кристаллам я сегодня, даже сегодня, получил больше, но я вам не хочу пока что говорить про этот бой, я не хочу говорить про этот бой, потому что, возможно, он даже выйдет на канал, это, наверное, один из самых обидных боёв, если вдруг за эти два дня будущих, ну и этот день, включая, у меня не получится сделать большее, чем я сделал сегодня, не в этой катке, то, возможно, вы увидите этот видеоролик, но это, наверное, самый обидный будет видос, который когда-либо был. Нету, конечно, свебкой реакции, что происходило на тот момент у меня, но это было печально. Но сейчас не об этом, сейчас не об этом, сейчас я могу лишь сказать об этом бою, я даже до сих пор его не закрыл. Абсолютный рекорд мой, абсолютно рекорд. Вы видите, сколько даже опыта прибавилось. Я давно не видел такое, чтобы на легенде было реально отчётливо видно, сколько прибавилось опыта. То есть потенциально это где-то 12 боёв, вот таких 12 боёв, и у вас плюс легенда. 12 боёв по 16 тысяч. Это за эту легенду можно поднимать 200 тысяч кристаллов, плюс легенда, и всё это дело за 12 матчмейкинговых боёв, 12 матчмейкинговых боёв, это, ну, где-то примерно 3 часика. То есть за 3 часа можно поднять легенду, при этом поднять где-то 250 тысяч кристаллов, и в сумме получить очень хорошую котлетку. Очень хорошую котлетку. И это очередной ответ на то, как зарабатывать кристаллы, как фармить, без доната, без ничего. Вот вам режим. Вот вам показатель, как можно делать. И можно делать ещё больше, намного больше. Но для этого нужно, что чуть больше везло, чуть больше получалось. И пока, на данный период времени, это моё рекордное количество киллов. Поэтому, друзья, моя лишь просьба для вас, кто досмотрел видос до этого момента, поддержите видос лайком, мне будет очень приятно. За мои старания. Да. На это понадобилось потратить довольно большое количество нервов, если честно. Да. Если Артёмочка смотрит, то он примерно понимает, и он примерно слышал, что происходило со мной, какие эмоции... Ну и вообще ребята, которые играют в матчмейкинге, должны понимать, какие эмоции появляются, когда ты стараешься сделать что-то безумное, когда тебя там, например, сливают, да, и ты там... У тебя было там 70 килов за бой, там 80 килов за бой, и ты тут просто уходишь на респ, и понимаешь, что там можно было сделать какой-то супер рекорд, а ты просто уходишь, и всё, и ты понимаешь, Блэд, ну, Габелла, ужас. Поэтому, друзья, поддержите видос лайком, мне будет безумно приятно, подписывайтесь на канал, кто ещё вдруг не подписан, также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы, ну и пишите, пишите свои рекорды, пишите, сколько вы фармите, поскольку уже с 15-минутных матчмейкинговых боёв забрали, я думаю, что есть и у вас определённые цифры, с которыми вы можете поделиться в комментариях к этому видосу. У меня, друзья, на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok